Межведомственная комиссия проводит приемку всех образовательных учреждений Бендер. Проверяют не только выполнение ремонтных работ, готовность помещений и пищеблоков. Особое внимание уделяют вопросам безопасности детей. 13-я школа в этом году отметит полувековой юбилей. По этому объекту после объезда в июне была масса замечаний. Требовался ремонт кровли, ограждения, фасада, спортивный и актовый залы было небезопасно эксплуатировать. Сегодня комиссии показывают результаты летней подготовительной кампании. Отремонтированные кабинеты ждут учеников. В актовом зале новые полы, подвесные потолки. Спортивный зал тоже преобразился. Был разрушенный спортивный зал, в котором невозможно было проводить учебные занятия. В этом учебном году был сделан капитальный ремонт спортивного зала, были восстановлены стены, пол, восстановлена шведская лестница, доска для скалолазания, где наши дети теперь будут заниматься с преподавателями станции юных туристов. В составе комиссии руководители УНО, пожарные, гражданская защита, специалисты охраны труда и Центр гигиены и эпидемиологии. Проверяют исполнение предписаний, освещение кабинетов, обеспечение учащихся питьевой водой и подготовку пищеблоков. Технологическое оборудование в некоторых местах давно устарело. В Бендерах разрабатывается программа по его замене. А пока то, что есть, поддерживают в рабочем состоянии. Жарочный шкаф, работают все комфорты и замене не подлежит. Все сделано. Только вчера был мастер и проверял, все работает. Кроме детских садов и школ проверяют готовность учреждений дополнительного образования. Мастерить корабли и подводные лодки в клуб «Фрегат» приходят 30 мальчишек и одна девочка. Молотки и лобзики пока по местам. В помещении еще не выветрился запах краски. Здесь собственными силами провели капитальный ремонт. Замечаний у комиссии нет. В другом филиале ДДЮТ тоже основательно подготовились к приему детей. Но замечания есть. На прилегающей территории нашли кусты амброзии. Вырубаем ее и выкашиваем вручную вчера. Все равно вопросы остались в предписании, написали. Будем бороться. В Бендерах более 50 объектов народного образования. В нынешнем году в каждой второй школе и в двух садах отремонтируют кровли. На капитальный ремонт из местного бюджета выделено полтора миллиона рублей. Еще 300 тысяч направлено на восстановление сетей вода и теплоснабжения. Но и этих средств недостаточно, говорит руководитель УНО. Часть работ выполнялась при поддержке родителей и силами сотрудников. Около полтора миллиона рублей нам выделено на капитальный ремонт. Это очень хорошая сумма, весомая, существенная. Особенно, опять подчеркиваю, в нынешних ситуациях, потому что в прошлом году это было меньше. И поэтому и предписаний со стороны Центра гигиены становится меньше. Это очень отрадно. В целом мы, члены комиссии, очень довольны на сегодняшний день состоянием наших учреждений. Ирина Полесико, Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Первый Приднестровский.